Дом номер 37 по улице Азина. Сколько еще лет из-за халатности чиновников жильцы и опасные многоэтажки будут латать дыры в своих квартирах? В эфире программа «Саратов. Итоги». В студии Анна Макарова. Здравствуйте. И смотрите прямо сейчас. Комментариев не даем. В ассоциации ТЭС Желенинского района продолжают держать глухую оборону. Почему двери организации закрыты и для журналистов, и для общественников, и даже для жителей? 20 лет непригодны и для жилья. Дом на Азина странным образом исчез из реестра аварийных. Миллионы за киловатты. Энергетики и приставы объявили охоту на злостных неплательщиков. Опасная утонченность. Тающий на Волге лед не пугает любителей зимней рыбалки. В кадре бездорожье. На какие улицы и ямы Саратова чаще всего жалуются граждане. Акция «Дежурный репортер по убитым дорогам» набирает обороты. Искусство ради жизни. Саратовская художница создает картины, чтобы помочь детям вылечиться от страшных болезней. Журналистам и жителям вход воспрещен. В ассоциации товарищей собственников жилья Ленинского района Саратова продолжают держать оборону. Напомню, в прошлом месяце туда, по просьбам жителей, отправилась наша съемочная группа, которую в здании организации встретили, мягко сказать, неприветливо. По каким стандартам работает АТСЖ Ленинского района, хотят понятия общественники. К коммунальщикам вместе с ними отправился наш журналист Денис Титаренко. Удалось ли попасть на прием к руководству АТСЖ и получить нужные комментарии по проблемам жильцов, узнаем из следующего материала. Привычный диалог, уже знакомый забор и охрана. Ассоциация ТСЖ Ленинского района остается неизменно неприступной. В очередной раз пытаемся добиться комментариев от председателя по поводу заявления жителей о фальсификации протоколов собрания, ведь на официальный запрос нашей телекомпании коммунальщики так и не ответили. Мне нужно и бухгалтерий, и секретарю. Сейчас мне веселись, сейчас решим вопрос. Ну, совесть нечистая, наверное, вот сделать заборы такие. По-видимому, не рады не только журналистам-общественникам, но и жителям домов, которые они обслуживают. Ленинское АТСЖ уже, наверное, стало символом неприступности управляющих компаний. 19 февраля в здании на Чехово-6 охранник спустил с лестницы нашу съемочную группу в ответ на просьбу пропустить их к председателю. Смотри, что абсолютно не происходит. Олег, пойдем, что-то забрит. Тихо, тихо, извините. Тихо, тихо, воспрепятствуй. Что такое? Что делать-то? Так неприветливо съемочную группу встретил охранник компании, он же мастер спорта международного класса по кикбоксингу Александр Стецуренко. После громкой огласки конфликта в местных СМИ, спортсмен хотел даже публично извиниться перед журналистами, но в последний момент передумал. В настоящее время назначены судебно-медицинские исследования, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе проверочных мероприятий следователями будет осмотрена видеозапись, размещенная в сети интернет, и дана правовая оценка действиям как журналистов, так и лица, находящегося на посту охраны. По результатам проверки будет принято процессуальное решение. Будут ли кадры нападения с камер видеонаблюдения прикреплены к материалам дела, в следствии пока не ответили. Якобы в тот день съемка и вовсе не велась. Восстановить справедливость многие годы пытаются жильцы. Чтобы привлечь внимание к проблемам, даже провели стихийный пикет у дверей от ТСЖ. Но вход для них остался закрытым и тогда, и сейчас. Мовые нужды уже ужасно как завысили. Построили себе крепость, которой вообще невозможно простому человеку зайти. Рол ставни эти, на какие средства они их поставили, эти роли ставни. Машины, которые туда заезжают, супер иномарки. А с какого бюджета, почему жители этого не могут попасть в ТСЖ, к председателю ТСЖ, решить свои глобальные вопросы. После долгих разговоров из-за забора нам все-таки удалось дозвониться до приемной. Но заученный ответ человека по ту сторону домофона удивил даже видавших многое общественников. Ассоциация ТСЖ находится на Чехово-2. На Чехово-2 сказали, что у вас тут находится приемная. Здесь нет приемной никакой. Здесь ассоциация ТСЖ. Да. А что это за здание, извините? У нас есть исполнительный директор, там прием ведет. А Гордополов? И Гордополов тоже бывает там периодически. У него больше разъездная характера. К сожалению, очень много поступает обращений по поводу работы данного ТСЖ. Вообще, эта форма управления домом, как от ТСЖ, она по сути незаконна. Но было создано тогда, когда этих законов не было. Поэтому сейчас оно все функционирует, потому что закон обратной силы не имеет. К сожалению, там, где есть большие деньги, там есть хороший юрист, который защищает как раз-то эти большие деньги. Защищать свои сбережения жителям Ленинского района приходится самим. Исправно оплачивая работу управляющей компании, они почти ежедневно пытаются достучаться до руководства ТСЖ. Но результатов пока не видно. Услуги ЖКХ какие-то оказывают? Никаких не оказывают. Я живу в доме 30 лет. Ни разу подъезд не отремонтировали, не покрасили, ничего не сделали. Денис Китаренко, Александр Бачков, Саратов, 24. Трещит по строительным швам и не только. Признанный аварийным 18 лет назад, дом номер 37 по улице Азина еще заселен. И чиновники не торопятся предоставлять жильцам новые квартиры. И даже не вспоминают о существовании такого дома, поскольку здания с некоторых пор больше нет в реестре аварийных. Как случилось, что жильцы опасного дома остались не у дел, узнала Елена Петрова. Историю в деталях смотрите в нашей рубрике «Дежурный репортер». В собственном доме, как на войне, жители заводского района давно себя чувствуют здесь, как в ловушке. Потолок отсыпается на голову – обычное дело. Лопнули обои из-за новых трещин – тоже не повод для удивления. Мелкие трещины. Это все отходит, оно расширяется. Для нашей съемочной группы жители дома по улице Азина проводят настоящую экскурсию. Вот здесь знаменитые среди местных подпорки. Так в свое время коммунальщики пытались укрепить ползущую стену. А вот туалет, какой может присниться лишь в страшных кошмарах. Для жителей дома это пугающая реальность. В каких условиях мы живем? Это вот туалет, который бесконечно забивается, бесконечно стоит вода. Но если туалет, хоть и такой отталкивающий, есть, то о том, как выглядит ванная комната, люди давно забыли. Когда-то здесь была душевая в подвале. Сейчас искупаться, конечно, можно, но с риском для жизни. Бывшие кабины затоплены, воды по пояс, а вместо людей здесь обитают насекомые. Все, что осталось, этот уголок с двумя раковинами. Лариса, прежде чем мыть посуду, надевает верхнюю одежду. Отопления здесь нет, да и горячая вода бывает лишь в отопительный сезон. У нас здесь и помывочная, как говорится, и душ принимаем. Потому что особенно летом это невозможно. В холодной воде. История их борьбы началась несколько лет назад. Когда заработала программа переселения из аварийного жилья, люди поняли. Это шанс, ведь их дом признали аварийным еще в 98-м. И вроде на руках есть все документы. И акт о признании здания непригодным для проживания, и первый список программы переселения, куда их сначала включили. Но все оказалось сложнее. Время шло, дом разрушался. И лишь несколько месяцев назад людям сообщили. Акт утерян, здания больше нет в реестре аварийных. Акт о признании дома нашего от 1998 года, 350-й номер, на данный момент утерян. И дальше никуда мы не можем ничего сделать, так как они ссылаются на то, что наши документы утеряны, мы не можем ничего сделать. Заставляет объяснять тем, что мы должны заново составить акт дома, что наш дом аварийный. Чиновники решили, нет документа, ничего не должны. К тому же трактуют акт, от которого остались лишь копии по-своему. Уверенный в документе говорится о том, что дом подлежит капитальному ремонту, а не признанию его аварийным. Включить программу «Дом» на основании того акта, о котором говорят жители, который у нас есть, не представляется возможным. Поскольку это ксерокопия этого акта, а оригиналы этого акта нигде нет. И самый принципиальный момент, что в этом акте говорится о капитальном ремонте этого дома. Между тем, не будь утерян документ, люди уже могли бы получить новое жилье. Все в министерстве ЖКХ и сейчас готовы включить дом в программу переселения, если администрация предоставит необходимые документы. Если к нам попадет должным образом оформленный пакет документов, в установленном законодательстве порядке о том, что данный дом признан аварийным, мы рассмотрим возможность включения его в следующие этапы программы. Это по возможности четвертый этап, пятый этап программы. От чиновников требуют признать дом аварийным и в прокуратуре. Однако представители администрации считают, что без оригинала документа могут назначить лишь капитальный ремонт. А поскольку акт утерян, жителям остается лишь надеяться на чудо. Елена Петрова, Александр Бачков, Саратов-24. Между тем, правоохранительные органы настаивают на признании дома по улице Азина аварийным. Об этом представители заводской прокуратуры рассказали нашей телекомпании. Они не согласны с аргументами представителей администрации, поскольку чиновники еще 10 лет назад отчитались о том, что ремонт в доме провели, и он простоит еще долгие годы. Но доказать это не могут. В прокуратуру сделан запрос в администрацию по вопросу, проводился ли ремонт, в случае сопроводился, что предоставили подтверждающие документы по указанному ремонту. Администрация в ответе на информацию предоставила, что ремонт в 2005-2004 году проводился по указанному дому, однако документально никак не могла это подтвердить. Прокуратура внесла представление с требованием признать дом аварийным и включить в программу переселения. Администрация же настаивает на том, что необходимо повторное обследование дома. На основании нового заключения предлагают решать вопрос о возможности присвоить ему статус непригодного для проживания. Продолжают не платить. В Саратовской области копятся долги за электроэнергию. Их уже более 3 миллиардов рублей. В связи с этим энергетики объявили охоту на злостных неплательщиков. Вместе с судебными приставами представители компании «Саратов Энерго» выходят на поиски тех, кто не платит за услуги. Что грозит за регулярные неплатежи за свет, выяснила Полина Попенец. За высокими заборами только и слышен лай собак. Как не стучались судебные приставы, лично пообщаться с неплательщиками так и не удалось. На этот раз рейд по должникам за электроэнергию проходит в Энгельсе. Разговор с неплательщиками все-таки состоялся. По третьему адресу дверь открыл глава семьи Сулеймановых. На вопросы представителей «Саратов Энерго», почему задолжал за свет 30 тысяч рублей, он, не стесняясь, отвечает, что все деньги вложил в бизнес. Его дом уже отключали от электроснабжения за долги. Однако хозяин по-своему решил эту проблему. Почему у вас включен свет, когда вам выключали свет «Саратов Энерго»? Я у соседей взял. В смысле вы взяли у соседей? У соседей взял. Судебные приставы описывают имущество хозяина. В данном случае это телевизор. Он будет списан, если в течение пяти дней семья не выплатит задолженность. На этот раз хозяин пообещал ее погасить. А вот следующему должнику зарплата позволила построить нескромный коттедж по первому Тургеневскому проезду. Только вот за свет в нем владелец платить не собирается. Его долг 300 тысяч рублей. Такие потребители не платят очень долго. Есть судебные решения по ним. Люди не открывают двери, не берут уведомления об отключении, об ограничении их от электроснабжения и продолжают не платить. По словам представителя Саратовэнерго, в целом жители Энгельского района должны за электричество 42 миллиона рублей. А по району выписано более 400 исполнительных листов. Для борьбы с неплательщиками судебные приставы используют все меры, предусмотренные законом. В данном случае это меры принудительного исполнения решения суда, вплоть до ареста имущества. Это на самом деле самая действенная мера. С момента ареста имущества до его принудительной реализации проходит полтора месяца. По словам специалистов, за этот срок, как правило, половина неплательщиков успевают погасить долг. Так, только в прошлом году было закрыто 17 тысяч судебных дел на сумму 1 миллиард рублей. Полина Попенец, Роман Шельзяев, Саратов, 24. Смотрите далее в нашей программе сразу после рекламы. Опасная утонченность. Тающий на Волге лед не пугает любителей зимней рыбалки. В кадре бездорожье. На какие улицы и ямы Саратова чаще всего жалуются граждане. Акция «Дежурный репортер по убитым дорогам» набирает обороты. Искусство ради жизни. Саратовская художница создает картины, чтобы помочь детям вылечиться от страшных болезней. Ушел под воду на Саратовской улице. Автолюбитель угодил в яму, скрытую лужей. Прямо сейчас в нашей программе. Дайджест основных событий недели. В поселке Сокол мужчина погиб при взрыве в собственном гараже. Трагедия произошла в помещении. По предварительным данным, местный житель решил распилить найденный на полигоне боеприпас. В результате прогремел взрыв, который услышали соседи. О ЧП жители сообщили в полицию. На место немедленно выехали взрывотехники, полиция и бригады скорой помощи. Однако мужчину спасти уже не смогли. Он скончался на месте. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняют эксперты-криминалисты. В Волжском районе автомобиль провалился в яму с водой. Инцидент произошел на улице Большая Затонская. Водитель Hyundai Sonata двигался в сторону предмостовой площади, когда заметил огромный провал в дорожном полотне. Правда, затормозить мужчина не смог, поскольку асфальт после ночных заморозков был скользкий. Автомобиль наполовину ушел в воду. Водитель при столкновении ударился грудью. Ему потребовалась медицинская помощь. Выбраться из автомобиля ему помогли очевидцы происшествия. Предупреждающего ограждения на участке выставлено не было. В Энгельсе скончался мужчина, который облил себя и свою семью горючей смесью. В больницу местного жителя госпитализировали после того, как он совершил поджог. Предположительно, это был суицид. Мужчина облил себя, жену и дочь горючей жидкостью, после чего поджог. Женщин госпитализировали в ожоговый центр. Их состояние оценивается как тяжелое. Мужчину направили в Энгельскую больницу с ожогами 80% тела. Утром он скончался. По версии следствия, погибший совершил суицид. Причем это была уже не первая его попытка. Крупное возгорание произошло в центре Саратова из двухэтажного здания. В Волжском районе эвакуировали жителей. На улице Валовая загорелось помещение, в котором второй этаж был заброшен. А на первом жили люди. По предварительной информации, огонь вспыхнул в пустовавшие части дома, из-за чего загорелся второй этаж и кровля. Пожарным удалось не допустить распространения огня на дом-музей Павла Кузнецова, который примыкает к зданию. Из жилых помещений горящего дома эвакуировали несколько жителей. Медицинская помощь потребовалась 7-месячному младенцу, который надышался продуктами горения. Ребенка госпитализировали врачи Центра медицины катастроф. В культурном центре имени Столыпина открылась выставка краеведческих книг. Приурочена она к 80-летию Саратовской области. В издательстве специально для этой выставки выпустили около 20 печатных изданий. Это книги об истории Саратова и наших выдающихся земляках. Отдельный цикл посвящен городам Саратовской области. Все печатные издания проиллюстрированы старинными и современными фотографиями. Многие из этих снимков опубликованы в книгах впервые. Выставка краеведческих книг будет работать в культурном центре Столыпина в течение месяца. Чудаки на минном поле. Именно так называют спасатели тех, кто любит потаскать рыбу на подтаявшем льду. В этом году из-за теплой погоды сезон зимней рыбалки в Саратовской области завершился более чем на месяц раньше. Однако рыбаки никак не могут отказаться от опасного хобби. Не пугает их и то, что в регионе уже зафиксированы случаи гибели людей в полынье. Подробности у моей коллеги Иллады Тагиевой. Ближе к берегу! Берегу ближе! Давайте, идите, идите! Уговорами и просьбами пытаются предотвратить смертельное ЧП на Волге. В последние дни у инспекторов ГИМС не было еще ни одного дежурства, чтобы не приходилось доставать рыбаков, провалившихся под лед. Сейчас на данный момент на Волге происходит активное открытие ее. В связи с тем, что вы сами прекрасно видите, что уже вторую неделю идет положительная температура. Дождик способствовал быстрому разрушению ледового покрова. И также течение сейчас интенсивно подо льдом работает на ту сторону, на уменьшение ледяного покрова. Только в конце прошлой недели с зимней рыбалки не вернулись четверо мужчин. Трое из них ушли под лед в Балаково, буквально в 500 метрах от Саратовской ГЭС. Еще один в районе Усть-Курдюма. Однако даже такая страшная статистика не может убедить заяблых рыбаков. Я объяснил вашему товарищу, ходим мы вдоль берега. Ну то, что надо знать, где, как, чего, понимаешь ли. Это необъяснимый фанатизм. Будем говорить, образ жизни, наверное, человека больше. Не отрицает наличие безрассудства Вячеслав Кирин. Более пяти лет занимается зимней рыбалкой. И даже несмотря на то, что уже проваливался под лед, от любимого хобби не может отказаться. Ну, совет такой, что надо уже предугадывать все, конечно. Я когда в Усовке проваливался, я уже с острова ушел на берег. И были вот эти майны. И уже заранее такой шест приготовил метров пять длиной под мышку на всякий случай. За время рейда выручить листовки с правилами поведения на тонком льду удалось всего нескольким рыбакам. В основном любители экстремальной рыбалки спешно собирались и отправлялись на берег, увидев приближающихся спасателей. Однако вернуться по тому же пути удавалось не всем. Всего за несколько часов на месте тропинок образовались промойны. В основном на основной Волге, на основной Волге, это на коренной, в районе судового хода происходит активная таянь льда. И плюс в тех местах, где идет впадание в Волгу малых рек. Вот как раз здесь вот это одно из таких мест. Это активно. Здесь река у нас Саратовка, переход в Сазанку и Котлубань. Здесь также, видите, мы с вами прошли вдоль города Энгисов, около береговой линии уже почти все открыто. По словам спасателей, в момент, когда человек уходит под лед, главное вовремя оказать ему помощь. Промокшая одежда и рыбацкий инвентарь за считанные минуты тянут ко дну. Эллада Тагиева, Денис Цитаренко, Александр Бачков, Саратов, 24. Еще одна акция нашего телеканала. Дежурный репортер по убитым дорогам. Уже получила широкий отклик у жителей города. Все ямы и опасные лужи саратовцы теперь фотографируют и фиксируют на мобильные камеры. С некоторыми участниками акции наша съемочная группа уже встретилась. Прямо на местах, где от проезжих частей и тротуаров остались только названия. Ужасы саратовских дорог в нашем следующем сюжете. Уже год она примерно таких размеров. Глубина примерно 25, наверное. Явно не по ГОСТу. Об этой яме среди местных жителей ходят настоящие легенды. Она уже давно красуется на улице Малая Селеная. Рафаэль ее постоянный контролер. Замеряет глубину, длину и понимает. Каждую неделю яма увеличивается в размерах. А ведь этого можно было избежать, если бы дорожники вовремя провели ремонт. Своевременный ремонт, если бы осуществлялся, обошлось бы двумя-тремя ведрами асфальта. А когда запускают на год-два, сюда уже сейчас потребуется пол машины асфальта. И уйма рабочего времени. Чтобы попасть домой, Евгений закладывает крутые виражи. Здесь нужно все водительское мастерство. Ведь на Малой Селеной яма не одна. Их десятки. Автолюбитель говорит, здесь скорость не превышают. Но нарушают по-другому. Чтобы не оставить колесо в крупной выбоине, приходится объезжать по тротуару. Иначе дорогостоящего ремонта не избежать. Естественно, подвеска вся разбивается. Тут первая передача, ели потихонечку, как с открипом. А чуть снег выпал, тут все уже практически очень сложно будет проехать. Машину чаще чините? Ну, естественно. Все деньги складывается из своего кармана. А вот Дмитрию уже приходилось чинить свой автомобиль. Даже его внедорожник не справился с саратовскими ямами. У машины оторвался бампер, и на нем осталась вмятина. Теперь Сапаска объезжает любую лужу. Особенно здесь, у собственного дома. На этом участке Рахова тоже давно разбился асфальт. В глубокой яме местные автолюбители не раз повреждали автомобиль. Эта яма у нас уже на протяжении многих-многих лет. Ее засыпают. И через пару дождей, через пару недель, максимум месяца-полтора, она заново образуется. Летом здесь была хорошая авария. На Киере у девушки оторвало колесо. Вот на этой яме. Автовладельцы сходятся во мнении. После оттепели по саратовским дорогам невозможно проехать. Сейчас ямочным ремонтом в областном центре занимаются семь бригад. Они ежедневно восстанавливают 500-600 метров полотна. Такими темпами, уверены автолюбители, до второстепенных саратовских дорог доберутся не скоро. Эллада Тагеева, Елена Петрова, Александр Бачков. Саратов-24. Жалобы на саратовские дороги продолжают поступать к нам в редакцию. В день раздается несколько десятков звонков. Столько же писем приходит на электронную почту редакции. Есть среди саратовцев и пострадавшие автолюбители, и пешеходы, которые жалуются на состояние тротуаров. Ну а если вы возмущены состоянием саратовских дорог, и у вас есть конкретный адрес ямы, фиксируйте ее и присылайте фотографии или видео разбитого участка дороги на нашу редакционную почту. инфособакосаратов24.tv Также можно позвонить по телефону 705-755, и корреспонденты рубрики «Дежурный репортер» приедут на вызов. Каждую вашу заявку мы будем передавать в приемные губернатора области и главы администрации Саратова. Миллиард на помощь аграриям сельхозпроизводители региона начали получать так называемую несвязанную поддержку. Это субсидии, которые выделяются из федерального бюджета за каждый гектар обрабатываемой земли. В этом году деньги пришли задолго до начала весеннеполевых работ, что позволит фермерам спокойно подготовиться к посевной. Одними из первых получателями господдержки стали руководители хозяйств Пугачевского района. На что планируют потратить средства, узнала Екатерина Заграничная. Это семена позапрошлогодние. Это семенной фонд, получается, с 2014 года у нас. У нас они оставались, то есть как бы и ячмень, и овес немножко осталось. Тогда, когда мы почувствовали, что ситуация аховая, то есть крах, да, то есть как бы не будет семян, тогда мы вот оставили, и то есть фураж нам практически весь в этом году пришлось закупать. Ситуация по зерновым сложилась крайне тяжелая, рассказывает руководитель сельскохозяйственного предприятия «Вектор» Сергей Отверченко. Здесь, в Пугачевском районе, они практически ничего не намолотили. Чрезвычайная засуха сгубила все посевы. Помимо внушительных финансовых убытков, хозяйство было вынуждено идти на дополнительные траты, закупать те же семена. Фермер признается, спасением в прямом смысле этого слова стали субсидии, которые получили из федерального бюджета за погибший урожай. Ну, во-первых, мы на такую помощь даже не надеялись, не рассчитывали. То есть в последний момент мы узнали, что это порядка 63% от того, что мы потеряли. И помощь пришла, то есть мы получили наше хозяйство, реально получил 4 миллиона 857 тысяч. Это очень большая помощь, очень большая, грандиозная помощь. То есть этими деньгами мы закрыли полностью семенной фонд по подсолнечнику. Вот на 16-й год сева. Этими деньгами мы закрыли долги. Если бы не было этих денег, пришлось бы либо брать кредиты, либо продавать поголовье скота, которого и так немного. Одним словом, пришлось бы выживать, говорит фермер. А между тем впереди посевная, и к ней тоже надо подготовиться. Понимая все трудности, с которыми сталкиваются аграрии, председатель комитета по аграрным вопросам Государственной Думы Николай Панков поднял вопрос о перечислении средств несвязанной поддержки непосредственно в регионы. В этом году на помощь земледельцам было выделено более миллиарда рублей. Для парламентария было важно, чтобы деньги в хозяйство пришли как можно быстрее, чтобы люди могли спокойно подготовиться к предстоящему полевому сезону. Ведь они и так по итогам прошлого года смогли сделать фактически невозможное. Я хотел бы прежде всего большое спасибо сказать нашим аграриям тем, что год был сложный, но мы достойно его провели, получили неплохие результаты и в животноводстве, и в растеневодстве. Поднялась и перерабатывающая промышленность. Поэтому обеспечив нашу с вами в области продовольственную независимость, это задача наших аграриев. Поэтому было важно им подставить плечо. Николай Панков выражал беспокойство по поводу несвоевременного выделения средств регионам для проведения весенней посевной кампании. Неоднократно поднимая эту проблему, ему удалось добиться, чтобы деньги вовремя начали поступать в районы Саратовской области. Такая мера государственной поддержки позволит без потрясений войти в новый сельскохозяйственный сезон, говорят аграрии. Дизельного топлива мы еще не закупали. То есть эти деньги помогут нам приобрести и ГСМ в виде дизельного топлива, и какие-то другие нужды, то есть запчасти какие-то, заработная плата та же самая и так далее. С учетом поддержки, я говорю, что если бы не поддержка, то ситуация была бы гораздо хуже, чем она сейчас на самом деле. Сейчас в хозяйстве Сергея Отверченко почти все готово. К весенней посевной технику отремонтировали, семена купили. Теперь с оптимизмом смотрят в новый сельскохозяйственный год. И как только позволит погода, выйдут в поле. Екатерина Загранична, Александр Бачков, Саратов, 24. Творчество, которое спасает детские жизни. В Саратове представлена выставка картин, любую из которых посетители могут приобрести. При этом деньги пойдут на благотворительность. А именно на помощь больным детям, которым нужно дорогостоящее лечение. Поучаствовать в подобном проекте может каждый желающий до 10 марта. Об авторе выставки и представленных работах подробнее расскажет Елена Петрова. Так кто же я, художник своей жизни? Запутанные мысли нить вокруг меня. И вижу я себя сквозь чью-то призму. Все просто пыль, чужая суета. В попытках понять себя и свое предназначение в жизни художник Анжелина Аганина организует уже не первую выставку картин. Всегда это нечто особенное. Как для самой девушки, так и для тех, кому она помогает. Свои работы Анжелина продает, а часть вырученных средств направляет на благотворительность. На сегодняшний день концепт этой выставки – это иллюзия. Иллюзия мира, иллюзия нашего восприятия. Несмотря на то, что сейчас очень сложное экономическое положение и в стране, и вообще в мире, чтобы мы не забывали о том, что есть такие душевные качества, как человечность, духовность. И очень хочется об этом напомнить. Сегодня наравне с Анжелиной есть еще одна героиня выставки. Пожалуй, ее роль даже более важная. Ведь вырученные из продаж картин средства пойдут на лечение девочки. У Маши Шаровой проблемы с сердцем. Ей срочно требуется реабилитация в клинике Санкт-Петербурга. Творческую поддержку выставкам Анжелины традиционно оказывает детский театр моды. Я очень редко встречаю таких светлых и добрых людей. Меня она симпатизирует, в первую очередь, конечно, именно как человек. И я очень бы хотела, чтобы и меня окружали такие люди, как Анжелина, и ее окружали такие люди, как она. Хочется делать хорошие дела и подавать своим детям примеры этим. На выставке представлено около 30 работ. Анжелина не отдает предпочтения ни одному из направлений. Говорит, рисует так, как чувствует. И людям это нравится. Игорь уже приметил несколько картин, которые хотел бы приобрести. Как для себя, так и в подарок. Мне нравятся интересные мысли. Вот там деревня как раз понравилась, рождественская баня понравилась. Потому что как раз я баню очень люблю. Мы каждую субботу в бане, зимой и летом. Прорубь, интересно. Часть вырученных от продажи картин средств Анжелина отдаст на лечение Маши Шаровой. А следующую выставку посвятит другим детям, которым также нужна помощь. Елена Петрова, Александр Бачков, Саратов-24. Таковы были главные новости этой недели. До встречи на канале Саратов-24. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин